Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. С мужчиной в отношениях 8 лет, почти год в законном браке. Есть ребёнок у меня от первого брака, общих деток пока нет. Так он очень хороший, добрый и рассудительный. Моего ребёнка принимают и воспитывают как своего, но не лазится у него с работы никак. Очень много долгов, дело своё не пошло, у меня постоянно занимают. Постоянный раз очень сильно поругались. Снова прайсов денег, при этом я сказала, что у меня нет и в этот раз не получится ему одолжить. В итоге ссоры, оскорбления, унижения давил меня об истерике, что жить не хотелось. В итоге он уехал в другой город, решая свои дела и проблемы. Я для себя твёрдо решил, что жить так не могу, ощущая себя мамочкой для него, а не любимой как бы женщиной. Спустя время я начинаю скучать по нему, очень хочется, чтобы нас все наладилось, чтобы мужчина нашёл работу, поверил в свои силы и как-то по жизни реализовался сам, без меня. Потому как прекрасно понимаю, что все эти оскорбления с его стороны и за его нереализованности по жизни, но и помогать материально не хочу. Подскажите, что делать, как поступить, какую позицию занять, как сохранить наш союз? Помогите, пожалуйста. Вы знаете, пожалуй, первое противоречие, которое, на мой взгляд, бросается в глаза, это то, что вы говорите, что прекрасно понимаете. Что у мужчины, у мужчины это из нереализованности возникала такая модель поведения. Но в то же время вы говорите о том, что он довёл вас до истерики. Вот это, как мне кажется, довольно-таки противоречивая история. Так вы понимаете, или он довёл вас до истерики? Это я уже молчу о том, что у него как-то получилось вас довести до истерики. Что вам не хотелось, как бы, жить. То есть, очевидно, какие-то эмоции у вас возникали, какие-то чувства и переживания возникали. А может быть, что-нибудь ещё? Попробуйте, пожалуйста, ответить себе на этот вопрос. Дальше. Вы говорите. Вы говорите, что я чувствую себя мамочкой для него нелюбимой женщиной. Здесь мне хочется поднять такую тему, такой вопрос. А именно. Как у вас складываются отношения с мужчиной? Что у вас общего с мужчиной? Что вас объединяет и что вас связывает? Потому что в отношениях, где женщина чувствует себя то мамочкой, то впадает в истерику. Ну, как-то вот в этих отношениях, вероятно, не очень много того, что вас объединяет. То есть, как вы общаетесь, как вы относитесь друг к другу? Вы говорите, что человек хороший, добрый, рассудительный, но не ладится у него с работы никак. Так. Как будто бы вы его жалеете. Откуда эта жалость проистекает? Из чего? Любопытная штука. Вы хотите чувствовать себя любимой женщиной, но при этом, судя по тому, что мужчина просто у вас деньги в долг уже не первый раз. Как-то вот вы эти деньги ему, получается, давали. При том, что это ваш мужчина и ваш муж уже. И при этом, как бы, бюджет у вас получается не общий, а раздельный. Что муж просит вас в долг. То есть, насколько это, это проговорено у вас, да? Так вот, странно, вы хотите быть любимой женщиной. Это понятно. Но вы даете ему в долг, при этом, получается, чуть меньше чувствуя себя любимой, как бы, его любимой женщиной. То есть, вы позволяете себе действия, которые дают вам возможность почувствовать себя менее любимой. Так, в мужчине ли дело, что вы чувствуете себя мамочкой, а не любимой женщиной? Вот, это важный момент. То есть, если вы себя предаете, то, как бы, причем здесь другой человек. У него свои, я полагаю, проблемы, трудности и так далее. Дальше. Дальше. Вы пишите, значит, вы ему отказали в долг и в итоге ссора. Смотрите. Ну, вы сами говорите, что понимаете, из-за чего мужчина ссорится с вами. А из-за чего ссоритесь вы? Ведь, если бы вы не сделали вклад в конфликт, то логично предположить, что ссоры бы не было. То есть, вы сами, в том числе, внесли какой-то вклад в конфликт, получается. И у меня к вам возникает вопрос тогда. На мой взгляд, вопрос, ну, более чем адекватный. С чем связан ваш вклад? Что из себя представляет уже ваш вклад в конфликт? Ну, наверное, что-то же представляет выше, вот, ну, как-то, ну, высказывали, скажем так, свою какую-то базицу. Вот. Вот о чем речь идет? Мне кажется, это очень и очень важным моментом. Потому что если вы не сможете заметить того, каков ваш собственный вклад в ссору, то вряд ли у вас может быть будущее. Вот. Дальше, вы пишите. Значит, я решил, что жить не хочу, так, да, но в то время начинаю скучать по нему очень. Хочу, чтобы у нас все наладилось, чтобы муж нашел работу, поверил в силу и как-то по жизни реализовался. Как будто бы все это из-за него. Вот есть такая психологическая игра, все из-за тебя, когда признается ответственность только одного человека, а ответственность другого человека как бы исключается. Это деструктивный, деструктивный подход. Ключевым моментом является то, что и вы также вносите свой вклад в то, что ваши отношения разладились, скажем так. И если вы хотите, чтобы ваши отношения наладились, то вам необходимо смотреть на то, что для этого можете сделать вы, а не ваш муж. Не гожим все ответственность за налаживание отношений перекладывать на него. Это, повторюсь, не гожа. Дальше. Вы говорите, что скучаете. Давайте попробуем понять, чего именно вам не хватает, чего конкретно вам не хватает. Ну и вопрос. Что мне делать? Что делать, чтобы что? Как поступить? Как поступить, чтобы что? Какую позицию занять? Какую позицию занять, чтобы что? Как сохранить наш союз? Вот определить, что можете сделать вы для этого, да? Исходить здесь нужно из того, что на данный момент вам хочется делать для своего мужа, а что не хочется. Факт наличия возникновения у вас ссоры означает, что некоторую часть эмоций вы подавляетесь, что вы, что ваш муж. Это проблема доверия. Изучите, пожалуйста, психологическую игру скандала, ее можно найти в интернете. Я думаю, вы поймете, о чем идет речь и куда вам в общем и целом нужно двигаться в формате психотерапии. Вот. Идеально вариантом было бы ваше совместное обращение к психологу, вас и вашему мужу. Но можно начать и с работы вместе с вами. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я бы в конце, я бы в конце сказал бы, что меня смущает то, что вы говорите такие фразы как «Хочу, чтобы у нас все наладилось и хочу сохранить наш союз». Есть у меня подозрение, что своего мужа как личность, как отдельного человека вы не воспринимаете. Я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Но вот по этим словам, значения которых вы не предаете в этом смысле, а скорее всего в это вы вкладываете достаточно мощный эмоциональный заряд. Кажется, что отношения вы выстраиваете с мужчиной достаточно ограничены. Ну и, как верно заметил мой коллега Кудрышов Игорь Леонидович, что если со вторым мужем у вас отношения не складываются, а с первым вы развелись имеет место повторяющийся модель поведения, который нужно также выявлять и корректировать. Всего вам самого доброго. Удачи!